Политика для начинающих администрация Зеленского опубликует запись закрытых консультаций с главами фракции Рады. 24 мая 2019-13-36. Сергей Гусаров, Анна Лушникова, Полина Политаева. Администрация президента Украины опубликует стенограмму и видеозапись консультаций Владимира Зеленского с главами фракции Верховной Рады. 21 мая украинский лидер встречался с депутатами, чтобы обсудить распуск парламента и законопроекты об изменениях избирательной системы. На следующий день в Раде прошло заседание, на котором большинство отклонило инициативы Зеленского. Кроме того, лидеры многих партий осудили решение о распуске парламента. По словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, обнародованные материалы покажут, что за ночь многие депутаты изменили свое мнение. Эксперты отмечают, что Зеленскому следует сменить образ Ашаумена на образ политика и отказаться от конфронтации с Радой. Кроме того, многие считают, что новому украинскому лидеру не хватает опыта. Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена опубликовать стенограмму и видеозапись встречи главы государства с лидерами фракции Верховной Рады, где обсуждался распуск парламента. «Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео, где будет видно высказывание всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом резко поменяли за ночь свое мнение», заявил в эфире телеканала 1+,1 глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Развитие событий 20 мая на церемонии инаугурации Владимир Зеленский объявил о распуске Рады. Это решение он объяснил низким доверием населения к парламенту. Кроме того, в Раде отсутствует правящая коалиция, это юридическое основание для распуска парламента. На следующий день Зеленский пригласил глав фракции в администрацию президента для консультаций, предписанных в таком случае законом. По итогам этой встречи Богдан заявил, что все фракции Рады согласились идти на досрочные выборы. Однако, по его словам, были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать указ о распуске. О незаконности решения Зеленского в отношении Рады высказались несколько крупных политиков, в частности бывший глава государства Петр Порошенко. Он заявил, что команда Зеленского начала деятельность с нарушения Конституции. В свою очередь, спикер Рады Андрей Порубий подчеркнул, что решение Зеленского будет обжаловано, а лидер радикальной партии Олег Ляшко назвал указ о распуске противозаконным и своевольным. После встречи с представителями Рады Зеленский предложил созвать внеочередное заседание парламента, чтобы внести изменения в закон о выборах депутатов. 22 мая депутаты отказались рассматривать инициативы главы государства. В первом законопроекте Зеленский предлагал снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%, а также перейти от пропорционально-мажориторной системы выборов к исключительно пропорциональной. Во втором документе он прописал изменения в процедуре закупок в период избирательной кампании. Одним из наиболее спорных пунктов стал предложенный переход к закрытым партийным спискам. Эта система подразумевает, что избирателю предоставляется перечень кандидатов в предложенной партии очередности. Высокое положение кандидатов в списке означает, что вероятность получения им мандата будет больше. В открытых списках избиратель сам может выбрать предпочтительных политиков. В ответ на реакцию Рады на его законопроект Зеленский выразил мнение, что таким образом депутаты пытаются продлить свою политическую жизнь. Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь, написал Зеленский в Facebook. По его мнению, депутаты намерены за деньги и гречку снова пролезть в парламент. Депутатская избирательность. Рада отказалась рассматривать первые инициативы Зеленского. Верховная Рада Украины отказалась рассматривать два законопроекта, внесенные президентом страны Владимиром Зеленским. Обе инициативы. Он добавил, что все предусмотренные программы президента законы уже наработанные будут поданы в Верховную Раду. Позднее в штабе Зеленского заявили, что не собирались рассматривать вопрос открытых или закрытых списков, а лишь намеревались исключить из действующего закона о выборах нормы мажоритарной системы. Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что отказ парламента рассматривать законопроект Зеленского об изменениях выборного законодательства стал неожиданным уроком. «Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах», — сказал Богдан в эфире «1 плюс 1». Зеленскому будет очень сложно. Зеленский занял конфронтационную линию, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований МЭМОРАН Владимир Оленченко. Он отметил, что президенту Украины следует исходить из того, что диалог с РАДО необходимо выстраивать. «РАДО — не просто какой-то организм, это собрание действующих украинских политиков. И при любом изменении ее состава какая-то их часть там все равно останется», — отметил эксперт в беседе S.R.T. Оленченко выразил мнение, что сейчас взаимоотношения президента и РАДО не имеют существенного значения. На Украине любит шоу, петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число подписей. Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке, которая за сутки набрала необходимые 25 тысяч. Политолог отметил, что Зеленский должен перейти от образа Шаумена к образу политика, но пока этого не произошло. Зеленский и его соратники увлечены красивыми лозунгами и фразами. «Но населению или электорату это не приносит каких-то изменений, которых они ждут. Пока мы наблюдаем только попытки конфронтации, попытки блистать в медиапространстве». «Но это не политика», — заключил эксперт. Политолог и экономист Александр Дучак отметил, что Зеленскому нужно демонстрировать не столько чувство юмора и находчивость, сколько умение ориентироваться в законодательстве, утвержденном в разное время. «Это очень сложно за столь короткий срок, хоть о Зеленском и говорят как о человеке, способном быстро обучаться и запоминать целые массивы информации», — сказал эксперт в беседе S.R.T. «Он отметил, что в Раде сидят люди, не один путь соли съевшие на превращении законов в средства достижения своей цели. Так что Зеленскому будет очень сложно», — заключил эксперт. Примечательно, что сам Зеленский с юмором относится к замечаниям о своем политическом опыте. 24 мая главе государства во время ярмарки «Книжный арсенал» подарили детскую книгу «Политика для начинающих». Зеленский принял подарок, прочитал название книги и рассмеялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова